Вот она бежит, да, запнулась, вот, и она вот так вот пролетит. Согласитесь, она вот так в наклон, она пролетит туда. Многодетная материна переживает о безопасности своих детей. Тревогу вызывает полезная конструкция как для инвалидов, так и для мам с колясками. Пандус обустроили на входе в жилой дом. Сделала это за свой счет руководитель клуба лечебной физкультуры. И с тех пор, как его установили, началась холодная война. Я не против пантуса, я не против инвалидов ни в коем случае. Пусть нам дадут предоставить на этот пантус техническую документацию, что он действительно безопасен. Я добиваюсь, чтобы вот эту конструкцию сделали адекватно. Но есть же у нас откидные пантусы, есть портативные всякие, складные. Клуб лечебной физкультуры занимает часть первого этажа уже несколько лет подряд. Здесь занимаются многие, в том числе колясочники. Для них и предусмотрели конструкцию. Но с появлением пандуса, по мнению жителей пятиэтажки, в их дворе стало тесно. Такую конструкцию можно встретить около больших реабилитационных центров, госучреждений и крупных магазинов. Но такой пандус единственный в Шарыповском жилом фонде. Он действительно большой и занимает половину крыльца этого дома. А все потому, что пандус построен по нормам. Здесь и специальный угол подъема, и сохранен свободный доступ к подземным инженерным сетям. Конструкция получилась 26 метров. Это в четыре раза больше, чем планировалось. Но так рассчитали проектировщики. Я, конечно, согласовывалась с администрацией, согласовывалась с ЖКХ, со всеми. Подписи жильцов объясняла, что вот и пандус хочу поставить. У меня есть подписи. Не все, конечно, подписались, но основная масса, 80% подписей у меня собрана. В управляющей компании разводят руками. Установку пандуса с ними согласовывать не нужно. В этом случае действует федеральный закон о доступной среде. В идеале пандусы должны быть повсеместно. Их утверждают в мэрии. Данный вопрос может решаться только в судебном порядке, так как собственники сами используют общее имущество и согласовывают какие-либо такие моменты своим голосом. Кто из двух сторон первым пойдет в суд, неизвестно. Прийти к мирному соглашению пока не получается. Александра Репева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости.